Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию мушку, которая хорошо себя зарекомендовала в зимней рыбалке и круглый год. Можно на нее рыбачить. Я установил латунную бусинку диаметром 2,5-2,8-3 мм. Ключок взял граб-шримп, немножечко огрузил свинцом, промажем клеем и задвинем наш свинец в отверстие шарика. Промажем немножечко клеем. Будем крепить элементы, и я расскажу про эту мушку. Материалы мы будем использовать с вами самые обыкновенные. Если по каким-либо причинам у вас этих материалов не будет, я буду рассказывать, какими можно будет вам заменить. качество от этого нашей мушки не пострадает. Я буду тело изготавливать из двух элементов. Это вот кусочек обыкновенной блестящей пленки, которую я отрезал из упаковки, обыкновенной упаковки, которая вот там бывает всевозможная. в частности, я люблю кукурузные хлопья и в них такая хорошая упаковочка. И буду использовать вот такой материал, который используют для поделок наши женщины. Если у вас, допустим, по каким-либо причинам отсутствует тот или иной материал, можно тело обмотать люрексом, хоть плоским, хоть голографическим. А тело можно изготовить потом из вот такой пленочки. Чтобы не делать всевозможных бугорков при креплении материала, я на выступе захватываю свою резиночку силиконовую и в натяжечку проматываю ее до середины загиба. Вот так. Прихватили. Для того, чтобы мое тело было более симпатичным, я добавлю немножечко клея, закреплю нашу пленочку и подровняем нитью. Чем ровнее будет тело, тем значительно лучше выглядеть будет наша мушка. Также, чтобы не наматывать много уступов, я ее креплю там, где у меня закончился свинец. Подхватил мою пленочку, слегка в натяжечку начинаю прихватывать. Почти доходим до нашей пленочки. Буквально миллиметрик не доходим. Не пожалеем нашу нить. Подровняем немножко тело. Уберем выступы, которые у нас образовались и сформируем небольшое вот такое коническое тело. Доводим до нашего шарика. Сделаем узелочек, чтобы наша нитка никуда не убежала. По большому счету, если у вас есть возможность, перейдите еще на более тонкую нить. Промажем еще раз, клеим нашу конструкцию. Много не надо. И начинаем теперь нашей пленочкой изготавливать тело. Плотненько в натяжечку. Пленка достаточно крепкая, в пределах разумного тянется, поэтому спокойно можно использовать небольшую силу. Вариантов вот такой зимней мушки, как я вам сейчас демонстрирую, очень много. Если вас заинтересует, я потом еще 3-4 дополнительно покажу варианта мушки, которая конкретно работает вот по карасю. По расцветке можете пробовать сами, как вам будет, ребята, удобно. Доходим до самого колечка, вернее, до шарика. Сделали один оборотик. И пока клей не схватился, крепим нашу пленочку. Сильно не мотаем, потому что нам горбыль возле шеи не нужен. Удаляем нашу пленку, она нам уже не нужна, остаточки потом аккуратно мы с вами подровняем. Вот так. Для того, чтобы пленка моя не скользила, я и силикон, который мы будем наматывать, я в нескольких вот так вот местах 2-3 2-3 капельки сделаю, закреплю. И так как мне неудобно, я возьму, ребята, отрежу эту нить. Закрепили и отрезали. Берем нашу теперь силиконовую резинку и с равной натяжкой не сильно усердствуем, оставляя зазор, обматываем нашим, нашей резиночкой. Стараемся, чтобы промежутки были красивые и ровные. От этого зависит в основном вся наша с вами мушка. Возле колечка натянули. Я для удержания материала обычно использую вот такой инструмент. Можно подхватить нить и спокойненько перейти на другую нить. Берем другую нить, несколько тоньше, закрепили, удерживая наш материал, подхватываем его в этой точке и остатки отрезаем и нитки нашего материала. Готово! Так как у каждой нимфочки имеются лапки, поэтому мы с вами также изготовим здесь небольшие лапки. Можно использовать перо, можно использовать любой другой материал, который вы, допустим, сочтете необходимым. я делаю следующую операцию. Расщепляю нить на две половиночки, оставляю свою даббинговую иголку, здесь она у меня не упадет с вырезом, и беру. Вот у меня имеется вот такой мех лисы. Остатки какие-то непонятные. Я подбираю кусочек там, где у меня хорошие остевые вот такие вот есть волоски длинненькие. Возьму совсем-совсем-совсем небольшую щепоточку. Сильно не надо много брать. Мы только еле обозначим с вами. Удаляю подшерсток, он мне не нужен, и подравниваю наши волоски. Как вы видите, совсем-совсем немножечко я сделал наборочку наших остевых волосков. И теперь, прокручивая нить, создадим даббинговую веревочку, вот такую нашу симпатичную лохматую. лохматую. Как вы видите, вот образовалась вот такая у нас с вами ёршик. И на этом место, где мы с вами крепили весь материал, убирая вот так вот красиво бородочки, наматываем наматываем нашу даббинговую петлю. Годится. И теперь я немножечко капну клея на нашу нить, сделаю здесь завершающий узел. вот и всё. Как вы видите, достаточно быстро и довольно-таки результативная уловистая приманка. Тело можно изготавливать, красить эту плёнку, использовать разные оттенки, то есть пробуйте, экспериментируйте с лапками, с телом, с расцветками. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...